приветствую вас всех друзья своих видео я очень много затрагиваю такая тема вот что рассказывала о правилах безымянного мира и поступают такие все равно вопросы что такое вообще за состояние у безымянного человека и вот в первую очередь хотелось бы немножко вот это вот разъяснить что безымянный человек это вот как раз который соблюдает все правила безымянного мира и ключики которые я там давала техники все в своих видео и статьях пишу это одно из правил когда человек гуляет в солнечную погоду слушает определенную музыку это такая спокойный ритмом там классическая какая-нибудь музыка томная и он уже вот испытывает начинает вот с помощью этого ключа испытывать вот определенное состояние у него отключается вот как бы ум и человек не как бы он отключается ум потому что музыка уже начинает так воздействовать и человек испытывает уже в теле вот что-то иное происходит вот он начинает замечать что он как бы вроде бы и чувствует свое физическое тело но как-то вот она у него стало что легче такое вот как состояние много я рассказывала об управлении вниманием по информации александр король где затрагивала такая тема что вот когда отключается мысли отключается ум то у человека восприятие совершенно иное становится и это разные ключи не только музыка человек даже вот уже сделав медитативную технику он сразу вот может иначе вот его фокус внимания меняется и он уже объемнее вот слышат все звуки иначе может вот даже это свою квартиру смотреть и все ему будет вот казаться ярче уже по другим ракурсом все он видит возможно он увидит что-то его не устроит в его обстановке дома и он решит после этого поменять все передвинуть например там мебель или еще что-то вот вот так вот это влияет вот это вот безымянное состояние человеке полностью он может менять своей жизни и не только обстановку квартире ну и дальше он видит как бы себя со стороны и как ему дальше двигаться приходят вот такие вот моменты осмысления осознанности при этом ты испытываешь такое состояние что ты как бы вакуум почему вот его и называют это вакуумное состояние потому что человек он как бы находится вот как за стеклом и все вот это вот и называется за стеклом он смотрит как бы со стороны на все происходящее на людей которые его окружают это можно сравнить вот как даже вот александр писал все книга что чувствуешь себя как сверх человеком как даже как ангел который пришел сюда из другого мира это вообще конечно безымянный мир это же другой параллельный мир и вот его прочувствовать именно вот может человека вот с помощью этих всех ключей это состояние что вот музыка объемные звуки объемные краски объемные становятся мысли нет вот этот вакуум вот вот первые признаки вот этого безымянного человека и это такое состояние что ты чувствуешь это просто своим нутром своей душой что ты уже и сменился внутри что ценности в тебе поменялись полностью внутри вот потому что этот безымянный мир он именно меняет полностью вот всю как говорил александр матрицу внутри нас и мы просто начинаем отстранена вот на все уже когда ценности наши меняются смотреть вот как бы на весь мир уже социально материальный и на всех людей вот с такого ракурса что их не глупости там и все эти обиды нас ничего не значат и то что там кто-то нас пытается там допустим ввести в какое-то заблуждение обман все это их иллюзия большая а вы уже вот в этом состоянии когда вы безымянный человек вы наоборот все это трезво и ясно осознаете почему сразу после всех этих ключей и вот после того как человек уже познал это состояние безымянного человека тот уже может поменять все свое окружение и появляется внутреннее вот это вот новое состояние когда хочется что-то менять и всегда войти в новое кто-то и работу смотрит не устраивает как кого-то внешний вид не устраивает идет сразу что-то менять себе кто-то личную жизнь свою пересматривает переграивает вот это все вот это вот состояние и чувствование безымянного человека и просто тебя уже в этом состоянии совершенно не волнует вот эти вот людские все обиды обманы ты просто уже смотришь на это все свысока и тебя это вот все вообще никак не волнует потому что ты выше этого всего ценности твои уже так как делает человек уже вот эти все техники и практики безымянного мира он уже на уровень выше становится и поэтому как там в социальном материальном мире вот это вот где там предательство и недоверие от его уже это никак не волнует вот у александра очень хорошо в книге парадокс вот это состояние вакуумное описано что человек испытывает в этот момент как будто бы вот он умер и смотрит на себя вот со стороны как будто вот это сверху все взгляд происходит и он объясняет вот этот вот сам термин да что вакуум все объемно и ты как будто бы вот находишься на своей какой-то волне на людей уже вот смотришь которые тебя окружают что они вообще на другой волне находятся вот это так происходит если в социальном материальном мире да человек себя вон ощущает иным и он все по уму это старается как-то оценка сделать то безымянном мире это все происходит через душу и безымянном мире все это усиливается усиливается с каждым разом так что человек уже он просто иначе смотрит вот на социально-материальный мир он выше этого всего просто ты становишься уже настолько снисходительным ко всему что вот как люди себя там ведут по отношению к тебе насмехаются на тобой или это и просто когда ты вот так становишься снисходительным на этой вот безымянной чистоте ты осознаешь что своим взглядом сверху что это вот такой вот мир глупеньких людей да со своими какими-то вот этими низкими ценностями которые тебя уже вот никак не волнуют и никак они тебя уже не притягивают и ты наоборот от этого абстрагируешься а наоборот тебя уже притягивает более какие-то ценные вещи в жизни чем там как люди умом допустим живут и оценивают у человека в таком состоянии когда он в безымянном состоянии это когда мысли отключены там он вообще не думает об этом всем что там вообще происходит в этом социально-материальном мире вот эти какие-то низкие ценности как я уже сказала его как будто бы это вот все уходит на второй план и как будто бы это все вот вообще по барабану человеку вот есть только он вот его это чувство вот это его вот состояние внутреннее есть он как сознание душа и все им и больше его ему он даже в этом состоянии допустим хочет быть только наедине с собой он не хочет там общаться с кем-то ну временно естественно бывает наоборот что человек в таком состоянии хочет с идентичными людьми пообщаться как это у них происходит а что они ощущают чувствуют и может просто найти таких вот людей в соцсетях пообщаться с поговорить пообщаться вот вот одно из главных состояний такой вот я думаю что я развернуто ответила на вот этот вопрос людей которые мне писали что это такое безымянный человек всех благодарю за внимание это был и 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